Такое сладкое название с горькими последствиями – сахарный диабет. Специалисты ВОЗ называют его неинфекционной эпидемией 21 века. И правда, лишь за год в буряче число больных выросло на 2500 человек. По словам Галины, которая страдает этим недугом уже несколько лет, приобрести болезнь можно и из-за постоянных стрессов. У нас в 90-е годы было очень много переживаний, а потом я работала всю жизнь в образовании, в просвещении, с детьми работала, с подростками. Много переживаний было в жизни. То есть, когда человек не плачет, внешне плачет внутри, душа плачет. Вторая группа сахарного диабета – самое коварное и опасное заболевание. В отличие от первой группы, которая проявляется в основном у детей и подростков и считается в большей степени наследственной. О существовании второй группы узнают зачастую тогда, когда болезнь прогрессирует. Последствия плачевные – от потери зрения до ампутации конечностей. Но стоит помнить, что человеческий организм всегда подает нам сигналы о том, что что-то не так. Симптомы второй группы сахарного диабета очень просты. Ну, второго типа это является, ну, не отклоним тот факт, что это сухость во рту, постоянная утомляемость, слабость, перепады давления, частые мочи-сускания, нарушение аппетита, повышение веса, может быть, также и резкое похудание. У сахарного диабета очень много осложнений, такие как инфаркты, инсульты, поражение конечностей, сосудистые нарушения и так далее, и так далее. У нас в республике свыше 34 тысяч жителей болеют, ежегодно идет прирост. Во всем мире это большая проблема. Сахарный диабет с каждым годом молодеет. По словам врачей обращаются за помощью и в 40 лет. Всему вину не только жизнь, постоянном стрессе, а также неправильное питание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни. Предупредить развитие болезни можно. Чтобы узнать содержание сахара в крови, достаточно нескольких секунд. Если норма превышает отметку в 5,5 единиц на голодный желудок, то это повод задуматься и обратиться к специалисту. Второй вариант – регулярно проходить диспансеризацию.